всем привет сегодня у нас видео опять посвящено а пятеньков инвестиции и google sheets api я говорил много и о том и о другом по отдельности вот я говорил о том как экспортировать данные о сделках текущих позициях в экселевский файлики спал пан пай excel и назрела необходимость создать инструмент который бы позволил бы нам экспортировать данные из а пятеньков инвестиций о сделках и позициях в google sheets но делать очередное видео о том как что там куда устанавливать питон вот это все скучно я думал как бы нам разнообразить видосики чтобы вам было интересно и мне не скучно делать очередное видео я придумал для нас с вами развлечения я вам покажу один инструмент в котором будут соединены все эти данные вся та информация что я уже рассказывал предыдущих видео вот эти все api и питоны и google ships и google api этот инструмент google call up позволит делать некоторые вещи проще а кроме того он позволит нам с вами обмениваться опытом в более удобной форме то есть чтобы была обратная связь между нами не только в комментариях на словах а в коде в каком-то мне кажется это может быть интересно если вы примете в этом участие а я расскажу как принять участие дальше ближе к концу к видео вот мне кажется это будет весело и интересно и полезно всем нам поскакали если вы смотрели предыдущие мои видео то вы уже умеете с помощью питона экспортировать данные о сделках в каком-то виде в экселевские файлики если вы смотрели мы предыдущие видео то вы знаете как работать с google api и в конкретно как работать с google ships это у меня тоже все есть и на сайте и на канале сложность для тех кто не программист для кого питон лишь инструмент возникает в тот момент когда нужно все это вместе соединить то есть нужно поставить на компьютер питон или обновить его поставить необходимые зависимости в случае если мы работаем с google ships нужно создать в google cloud платформ проект получить необходимые ключи куда-то эти ключи положить озаботиться о безопасности вот это все короче этого всего много а если мы с вами такие типа не до программисты и не до инвестора и в общем возникает сложность как это все соединить где-то что-то может не работает версия питона 3.7 например не работает с даксарте в дакашном think of инвестиции короче все это сложно вот но есть способ который позволит нам упростить все это дело но при этом это не отменяет того что желательно чтобы вы были знакомы с тем о чем я рассказывал в предыдущих видео вот то есть вы должны уметь работать с питоном должны работать с опи тиньков инвестиции с google ships api должны понимать как работать есть такая штука называется google коллаб коллаборатория коллаб это такая штука которая позволяет нам прямо в браузере создавать странички состоящие из блоков текста и из блоков кода в блоках кода мы можем писать код в основном ну как бы там можно на разных языках писать определенным образом но основной упор здесь конечно на питоне то есть вот у нас есть блок питона мы можем прямо здесь его исправить нажать на кнопочку и он прямо тут исполнится и тут же нам выведет результат много всяких других возможностей вот но нам интересно только это то есть нам не нужно устанавливать на компьютер питон нам не нужно устанавливать почти никаких зависит уже не как на компьютер вообще никаких зависимости устанавливать не надо здесь может быть необходимо установить зависимость но в наших задачах нет то есть вот мы открыли страничку google коллаб она доступна любому пользователю гугла то есть у вас есть google аккаунт значит у вас есть доступ в коллаб это бесплатно ничего делать не надо просто открыли ссылку создали страничку которая называется блокнот вы ее можете сохранить своем google диске вернее только там вы можете сохранить и вы можете запустить ее она подключится к некой виртуальной машине которая нам бесплатно предоставляет google и в этой виртуальной машине выполнить наш код то есть с одной стороны мы используя google cloud и google коллаб можем выполнять вот те вот питоновские скрипты которые мы делали на компьютере через одея какую-то через командную строку какой-то через терминал мы можем просто в браузере на любом компьютере открыть зайти в свой аккаунт получить доступ к своему блокноту в котором будет написан наш код исполнить его и получить то что мы хотели этим кодом сделать это все повторюсь не в первый раз бесплатно это одна сторона пользы от коллаба для нас для нашей задачи но она не единственная другой важный плюс коллаба для нас заключается в том что из коллаба из питона на коллабе мы можем получить доступ к любому api питона не создавая проект не получая ключи ничего никуда не сохраняя все вот эти джессоны мы можем прямо в коде на страничке коллаба прям вот мы и создали написали несколько строчек кода которые можно копипастнуть обратиться к нашему к нашим в данном случае электрон таблицы google sheets и сразу что-то из нее прочитать и что-то в нее записать то есть ничего делать не надо прям вот копипаста кода и все более того нам не нужно не обязательно копипастить код в конце моего видео я просто расшарю для всех зрителей этого видео ссылку на свой ноутбук в котором будет весь вот этот доступный код вот и вы сможете просто открыть эту ссылку вы не сможете ее изменить вы не сможете ее запустить но вы сможете ее сохранить копию на диске на своем диске изменить необходимые переменные ну да в данном случае в прописать сюда токен к своему api тиньков инвестиций которые вы создали и айдишник вашего google sheets куда мы будем писать и после этого вы запустите этот скрипт и он запишет для вас всю ту информацию которую вы хотите получать получить от api делается это очень просто нажатием одной кнопки вот мне эта табличка для экспериментов вот четвертый лист на вот я нажимаю запустить проходит какое-то время и у меня здесь данные которые я получил по api от тиньков инвестиций если вы смотрели мои предыдущие видео то весь код вам знаком за исключением нескольких моментов и конкретно по коду который занимается работой с api тиньков инвестиций у меня есть одно из первых видео за номером три из восьми на данный момент в котором я показывал как работать с api тиньков инвестиций через за реквест в питоне то есть не используя sdk даxartio дело в том что коллаб я в виртуальной машине который крутится на серверах google используется питон 3 7 каких-то простых способов сделать чтобы там крутилась 38 нету можно его прицепить к локальной виртуальной машине короче не заморачиваемся факт тот что там в гугле у нас есть доступ бесплатный только к питону версии 3 7 а доxartio текущей версии больше 3 3 3 3 хочет 3 8 вот и соответственно использовать доxartio не получится но для наших задач вполне достаточно вот такого простого запроса через реквест то есть для того чтобы просто получить данные по операциям нам достаточно get запроса копить тиньков инвестиций вот и все это очень легко и просто делается через вот эту функцию когда вы впервые запустите сохраненную копию моего кода у себя в коллабе он у вас сначала потребует авторизовать скрипт будет ругаться там возможно на то что это не ваш ноутбук вот вы можете просто скопи пастить код и создать ноутбук у себя в коллабе вот 0 в случае когда вы впервые будете запускать код который обращается копии гугла в данном случае копии google sheets вот у вас потребуется пройти авторизацию как это будет происходить я запускаю код внизу показывается ссылка по которой нужно перейти дать доступ к коду на совершение операции выбираю аккаунт здесь запрашивается разрешение нажимаем разрешить копирую код вставляю в это окошко нажимаю enter после этого выполняется наш скрипт изменяется здесь данные и при следующем запуске от вас не требуется проходить авторизацию вновь то есть сразу у нас пишется все сюда вот но есть один нюанс дело в том что естественно питон который мы здесь пишем выполняется в каком-то виртуальном окружении на серверах гугла так как это у нас это бесплатная версия то это виртуальное окружение вот эти вот сервера которые исполнять наш код не крутится в нашем ожидании долгое время вот насколько я помню то виртуальное окружение которое мы создали она сохраняется в течение 12 часов вот здесь вот видите значок такой это наше виртуальное окружение которое мы создали доступная нам вот в частности когда мы запросили разрешение о google api у нашего аккаунта для google api ну вот это вот все джессона который мы с вами раньше обсуждали мы разрешили доступ и сохранили этот доступ вот в этот джессончик вот она ведь то есть он на самом деле существует но проблема в том что он существует в нашем виртуальном окружении через 12 часов это виртуальное окружение умрет и унесет с собой то разрешение что мы выдали нашему скрипту то есть недостаток конкретно коллаба для нас заключается в том что мы не можем там сегодня запустить этот скрипт завтра вернуться и запустить его вновь чтобы допустим получить данные от api нам опять придется пройти процедуру авторизации вот это как бы недостаток но на мой взгляд он не критичный и пользоваться слишком сильно не мешает вот и есть еще один нюанс который касается конкретно кода в моем примере я делаю этот ноутбук для съемок видео и естественно всякую вот эту вот чувствительную персональную информацию в частности токен для доступа копии тинькофф инвестиций я не хочу снимать на видео имени лениво затирать каждый раз ловить поэтому я создал такую конструкцию я фактически положил файлик с токенами токены положил файлик с который назвал крест 5 и получаю к нему доступ вот через такую конструкцию а вот вам этого делать не обязательно в своих ноутбуках вы можете просто вот эту строчку полностью удалить а токены прописать вот сюда нужно скомментировать соответственно то есть у нас здесь будет токен для доступа в тинькофф инвестиции тот которым генерим на сайте тинькофф точка ру вот и айдишник нашей странице нашей таблицы куда мы будем писать нашу наши данные вот то есть это удаляете сюда прописываете копируете ноутбук к себе в google диск вот запускайте он запрашивает разрешение мы ему даете разрешение он пишет в таблицу такая вот схема при этом я сказал что виртуальная машина умрет у неся с собой выданные права доступа и в том числе кредса унесет ну я для видео пересоздам это все дело вот ну а у вас это будет в ноутбуке ноутбук не умрет с виртуальной машиной он останется в вашем google диске у вас здесь будет папочка коллаб ноутбукс и там будет вот этот ваш ноутбук это файлик с расширением ай ай пи ай нб вот конкретно про код в этом примере и так структуру кода достаточно простая очевидно здесь мы импортируем необходимые для работы с нашими api пакеты это пакет аутентификации google api это соответственно метод для построения сервиса для доступа копии google а google шит в данном случае и библиотека реквест ну просто для отправки http запроса в данном случае копить тинькофф инвестиций про это я сказал это понятно потом я создал функцию для запроса через ракет копить тинькофф инвестиций здесь мы передаем два аргумента один аргумент от point и второй аргумент токен тинькофф инвестиций ну можно оптимизировать токен допустим грузить только здесь сделал так пусть будет вот соответственно дальше у нас идет блок получения информации от а пи тинькофф инвестиций я получаю в данном случае текущие открытые позиции на моем брокерском текущем брокерском счете вы должны были видеть видео которое называется портфолио про плюс open api тинькофф инвестиций там этот метод разобран подробно вот то есть в результате мы получаем джессон который состоит из payload и пози шанс в каждой пози шанс у нас есть некоторая информация вот ее на самом деле значительно больше и если вы не видели видео портфолио то посмотрите его там подробно про этот метод все написано вы можете одевать этот метод принтом вот таким и посмотреть что у нас там есть затем то есть я форматирую все эти данные в массив то что я хочу увидеть потом в табличке то есть я получаю название бумаги тикер бумаги тип бумаги количество лотов валюту бумаги и ожидаемый доход при продаже бумаги вот затем я этот массив буду сохранять в google sheets для этого я использую встроенный в коллаб метод house authenticate user в данном случае я аутентифицирую юзера под которым я зашел в коллаб то есть с помощью этого метода я не смогу получить доступ в google sheets какого-то там друга который расширил был доступ как мы делали через сервисный аккаунт я могу получить таким образом доступ той google sheets в котором в аккаунте google а с которым вот в коллабе работы ну вернее есть способы изменить это поведение вот но не об этом речь сегодня затем и составил службу для работы с google sheets вот это вот штуку можно удалить но там будут ворнинге вываливаться также вы можете использовать какую-либо другую библиотеку много примеров в коллабе для работы с google sheets которые используют какие-то пакеты для работы с google sheets но я не хотел пока делать через пакеты посмотрим может быть перепишем вот и сделаем вот ну затем форматирую данные и записываю это все в табличку я вот эту всю запись рассказывал в видео которое называется которое называется так вот нет нет а так вот google sheets api здесь большая подборка плейлист чтение запись таблицу ну и вот это все вот теперь о том интересном о котором я рассказывал в начале если вы сейчас все внимательно смотрели то конечно же займите что я сохраняю в google sheets только текущие открытые позиции но для нормального анализа и мы это делали с вами в других видео нам необходимо получить данные как минимум о закрытых сделках данные о текущих наших деньгах на счету нам соответственно нужно как это все посчитать чтобы посчитать количество комиссии уплаченных количество налогов уплаченных то есть нам нужно использовать как минимум три метода api тиньков инвестиций портфолио затем сейчас вам покажу так затем нам нужно нужно operations портфолио я сказал и куринцы с нам нужен кроме того у нас некоторые бумаги они в долларах и для того чтобы нормально считать доходность нашего наших инвестиций нам необходимо получать текущий курс валют для тех валют которые мы используем ну я использую только доллар поэтому необходимо получать в предыдущих видео посвященных open api тиньков инвестиций я показывал много примеров как это можно сделать на питоне в сегодняшнем примере этого ничего нет мое к вам предложение давайте я расшарю ссылку на этот ноутбук выложу его в описании к видео вот то есть вы сможете по этой ссылке зайти в него и скопировать его и довести его до ума то есть дополнить его необходимые информации например подключить сюда методы которые будут получать через api тиньков инвестиций информацию о совершенных сделках о текущих валютах вы напишите код который будет получать текущие курсы валют тех что вы используете возможно если вы используете не только текущий брокерский счет но и с то вы напишите методы для получения данных через с к сожалению api тиньков инвестиций в данный момент не умеет работать с мульти счетами поэтому мы можем получить только данные по текущему брокерскому и по и с никаких других я предлагаю вам доделать этот недоделанный код но в целом он готовый к работе то есть нужно как-то прочесать как-то рассчитать вы можете использовать какие-то иные пакеты для работы например с api тиньков инвестиций и кидайте ссылки на ваши блокноты в комменты к этому видео естественно с ограничением только на чтение то есть вот здесь вот у нас есть ссылка поделиться изменить читатель ну можете открывать комментатора но не открывайте редактор чтобы никто не смог спустить код от вашего имени и естественно естественно если будете кидать ссылки не надо вот здесь писать реальные ваши токены ни в коем случае не пишите потому что это критичная информация хотя конечно деньги никто не стащит с этим токеном но можно нагадить то есть я предлагаю вам совместно сделать какой-то интересный код который будет форматировать наши данные которые мы получаем от тиньков инвестиции как-то красиво это все выводить на табличку посмотреть мои видео возможно какие-то иные еще кидайте и совместно разработаем какой-то код который будет делать то что нам всем нужно вот о лучшем коде который мне покажется я расскажу в каких-то последующих видео ну и через какое-то время через неделю через две через три посмотрим как вы будете активны или неактивны понравится вам эта идея или не понравится я выложу либо свой вариант который я сделаю либо лучший вариант из того что вы пришлете если вы допустим там хотите что-то свое попиарить там себя в пульсе например или еще что-то или просто хотите там сделать с упоминанием вашего имени не вопрос то есть вы можете сделать свой ноутбук расшарить его только для чтения там написать что вы считаете нужно то есть как бы самым пиаром я совершенно не против если вы делаете что-то полезное там для сообщества вот в общем такая идея понравится не понравится пишите в комментах результаты пишите в комент будут вопросы вы кстати тоже можете расшарить свой ноутбук то есть если у вас что-то не получается можете расшарить не получившийся ноутбук для меня а вот и я там помогу в копии его что-то сделать и посмотрим что из этого получится в общем принимая принимать участие в этой всей движухи но мне кажется это может быть интересно ну и до новых встреч